Стандартная ситуация. Запор въезжает, шестисотый Мерседес. Из Мерса выходят четыре братка и направляются к деду-водителю запора. Ну дед, попал ты на бабки. С тебя за ремонт пять тонн зелени. Сынки, да откуда у меня такие деньги? Может простите, а я вам в чем-нибудь помогу? Чем ты, дед, нам можешь помочь? Сам-то ты кто? Волшебник. Ну типа ты паришь. Гони бабки, а то проблемы будут. Дед отсчитывает бабки и со злостью говорит. Да на тебе, обосрелитесь. Разошлись. Братки на базу вернулись. День срут, второй срут, третий. На дело выехать не могут. Когда стало невмоготу, решили деда искать. Нашли деда. Дед, на тебе твои бабки назад и еще сверху столько же. Три дня сррем без остановки. Помоги. Да не проблема. Не срите. Приехали на базу довольные. Больше не срут. День не срут. Второй не срут. Третий. Начало животы распирать. Чуть не лопаются. Решили опять к деду идти. Дед, на тебе еще бабла. Ну сделай так, как раньше было. Чтоб все было нормально. Пусть будет у вас все нормально. А поможет? Не ссыте. Поднимаются шахтеры из-за боя. Идут в душ смыть с себя весь уголек. А у них отключили горячую воду. Блин, что делать? Бригадир говорит. Сейчас я сбегаю. Тут у нас есть рядышком женская баня. Может удастся договориться. Ну через пару минут прибегает. Все, ребята, договорился. Давайте по-быстренькому примем душик, смоемся и уходим. Потому что скоро начнут дамы приходить. Ну мужики пошли всей бригадой. Быстренько помылись и ушли. Один Ванька задержался. Решил подольше покайфовать. И тут приходит компания молоденьких девиц. Заходят в парную и разговаривают. Одна из них говорит. Ой, Людка, а я в Америке была в бане. А так там в мойке поставили мужские статуи. С членами. За член дергаешь? Он тебе веник березовый дает. Еще раз дергаешь? Он тебе тазик преподносит. Ну Ванька думает. Что же делать? Хватает в одну руку веник, в другую берет тазик, становится в уголке и замирает, как статуя. Ну дамы заходят, видят Ванька в углу стоит. Одна говорит. Ой, девки, гляньте. И у нас такого же мужика поставили. Подходит к нему. Дернула за член разок. Он ей веник березовый отдает. Дернула второй раз. Он ей тазик отдал. Ну и она пошла себе париться. Другая подходит. Дернула раз. Ничего. Дернула второй раз. Ничего. Дернула третий раз. И кричит. Девки, да он испортился. Ни тазика не дает, ни веника. Только шампунь набрызгал. Утро. Автобусная остановка переполнены рабочими, в основном мужчинами, автобус. Кондуктор, женщина, дабы больше людей смогло войти, говорит. Товарищи, пожалуйста, станьте елочкой, чтобы больше людей вошло в салон. Мужской голос. Мы не можем. Кондуктор. Почему? Тот же голос. Шишки мешают. Абрам читает объявление в газете. Продаю 600-й Мерседес. Цена 5 долларов. Приезжает по адресу. Точно. 600-й. Точно. Мерседес. Точно. 5 долларов. Продает женщина. Ну купил. Едет довольный. Так и дорога баба. Такую машину и за 5 баксов отдала. На следующий день не выдерживает. Звонит и спрашивает. Вы меня покрестите. Но я имею интерес. А почему таки такая цена за эту шикарную машину? Ну понимаете, мой муж сбежал в секретарше и оставил записку. Дорогая, прости. Вся недвижимость остается тебе. Только единственная просьба. Продай мою машину и деньги отправь на новый мой адрес. Парень девушку провожает на мой. Ну, перед самым подъездом говорит. Слушай, мы уже с тобой 2 месяца встречаемся. Может давай сегодня пойдем ко мне переночуем? Нет, я не могу. Да пойдем. Ну че ты? Ну ладно. Ну только мне на минуточку нужно домой подняться у родителей спросить. Хорошо. Только быстро я жду. Девушка убегает. Через 3 минуты убегает. Такая довольная, вся радостная. Целует парня и говорит. Ну пошли. Тут открывается окно. И отец девушки кричит. Посрать посрала. А смывать что будет? Пациент на 8 марта написал стихи для медсестер. Душевные такие, со сложными рифмами. Маяковский блин. А поскольку сам читать стеснялся, попросил соседа по палате, певца. У того голос хорошо поставлен. Ну приходит певец на сестринский пост и на всю больницу декламирует. Все слушают, умиляются, пока не звучит фраза. Когда придешь к вам сраной в душе. Тут певец умолкает и начинает перечитывать листочек. Сестрички тоже молчат. И только санитарочка говорит. Что замолчал, сынок? Помоем сраного. Не впервой. И тут под начинающийся дикий смех раздается вопль автора. Сраной в душе, идиот! Торгаша Абрама призвали в армейские ряды и определили агитатором в учебный центр. Он должен был убеждать новобранцев покупать страховки для тех, кто проходит воинскую службу. Через какое-то время начальство заметило, что после агитации Абрама страховки покупают все солдаты, хотя у других более опытных и матерых агитаторов приобретали их неохотно. Решил начальник Абрама поглядеть, как тот работает. Пригнали новоприбывших солдат в актовый зал. Абрам выходит на сцену и обращается к ним. Ребятки, я уверен, что вам не хочется долго слушать всякую еренду, поэтому быстренько вам расскажу за эти страховки. Их мысль прост. Если ее нет, и вас отправили в бой, и вы погибли там, правительство пришлет вашим родным в письмецо с соболезнованиями. Если она у вас есть, правительство вышлет вашим родным 50 тысяч долларов. Тут Абрам замолчал, потом обвел зал взглядом и спросил. А теперь подумайте, ребятки, кого при таком раскладе правительство пошлет в бой первыми? Поддатый мужичок спускается в метро. Мент его останавливает. Стоп, в таком виде в метро нельзя. Ну, мужичок и спрашивает. Скажите, а правда, что в метро лестницы сами ездят? Правда. А правда, что в метро стены мрамором обкладены? Правда. А вы что, приезжий? Нет. Я коренной москвич. И ни разу в метро не были? Да ведь не пускаете. Взяли девушку из глухой деревни с лужанкой в богатый дом. И как-то раз девушка убирается в спальне хозяев и нашла использованный презерватив. Стоит и с удивлением его разглядывает. Подходит к ней молодая хозяйка и спрашивает. Ты чего презерватив так рассматриваешь? Не знаешь, что это такое? Нет. А что это такое? А что, у вас в деревне не трахаются, что ли? Отъебался, конечно, но так, чтобы кожа слезала. Жили во дворе два приятеля, Иванов и Рабинович. Пришло время, забрали Иванова в армию, в танковые войска. А Рабинович по зрению, естественно, откосил. Приходит Иванов назад. Браво, и весь в значках. Глядит, Рабинович во дворе новенькую ладу Калину тряпочкой протирает. Он к нему. Здорово, черт! Это ты что, машину купил? Ну, купил, купил. Ты только не завидуй. Ты вон целых два года на танке катался. Я же ж не завидую. Бабуся садится в автобус дальнего следования и просит водителя. Милок, скажешь мне, когда будет Решетиловка? Хорошо, бабуся. Еду сейчас, второй. Водитель забыл о просьбе бабушки. Сынок, а скоро Решетиловка? Шофер давно проехал Решетиловку. Чертыхнувшись, он говорит. Сейчас будет. Разворачивает автобус, пилит километров сорок обратно и говорит. Выходи, вот твоя Решетиловка. А мне не надо здесь выходить. Как? Мне, милая, на этой остановке дочка велела выпить вот эту таблетку. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok